Господи помилуй! Благо божества благочестно поэт попеющий Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Слава тебе, Боже, во веки веков, аминь! Поки, поки, миром Господу помолимся! Господи помилуй! Пещера смертного царя и Бога нашего просим! Слава и Господи! Господи благословим и животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков! Новый и высотой человек, земля во земли создавший Особший гроба Твоего! Господи, Господи, душу особший гроба Твоего! Благословим, Отца и Сына и Святаго Духа Господа! Благословим, Отца и Сына и Святаго Духа Господа! Благословим, Отца и Сына и Святаго Духа Господа! Благословим, Отца и Сына и Святаго Духа! Благословим, Отца и Сына и Святаго Духа! Ныне и присно и во веки веков! Высоцкий отнюдь не закопал свои большие, выдающиеся таланты в земле! Представлял до последнего дня своей жизни и путь Богу к нему у него всегда был открыт! Он не прекращал идти навстречу Богу! Почему мы до сих пор любим Владимира Высоцкого, хотя с момента его смерти прошло 36 лет! Проблемы, которые мучили его современников, поэтому мы ему говорим, что это сугубо народный поэт! Вот сегодня практически в первый раз полным чином была совершена панихида на могиле нашего поэта Владимира Высоцкого. Насколько я помню, все остальное подобное, если и было, то совершалось приватно. А сейчас все совершается официально. И я очень лично шел к этому и очень старался, чтобы так получилось. Но это не только моя заслуга, конечно, это труды многих людей и молитва. Так что мы в день памяти Высоцкого, в день его смерти 25 июля совершили панихиду и произнесли слово памяти перед людьми, которые любят его, перед людьми, которые стараются жить так же, как жил и он, то есть неподкупно, прямо. Говорить перед ними было непросто, потому что это взыскующие люди, они прислушиваются к каждому слову. Но, тем не менее, все закончилось мирно и хорошо. Вот, и барды продолжили свои исполнения. Вы можете слышать их добрые голоса. История Курица Говорит с подорога Песня «Святый Господи» 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 И же жив будет и не согрешит, и Бог един, токма без греха, правда Твоя, правда вовеки, и Слово Твоя истина. Яко Ты истя воскресений, живот и покой, усопших раб Твоих, приснопамятных, Владимира Нины и всех от века усопших, православных крестьян, Крестья Божий наш, и Тебе славу высылаем со безначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим, Твоим Духом ныне и присно, и вовеки веков. Слово Твоим Духом ныне и присно, и вовеки веков. Слово Твоим Духом ныне и присно. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 находится человек лечится не приехал сергей витальевич безруков тоже был занят сегодня он занят очень потому что необычный день так что вот окружение творческие окружения за и понимают это теперь мне бы хотелось сказать что для меня это панихида для меня это панихида это мероприятие как и на могиле сергея александровича есенина не просьба обращенная к богу прости господи там грешника да нет это салют герою я сказала вообще это связано с древним изначальным пониманием отпевание панихиды это по словам отца павла флоренского малая канонизация признание того что человек личность что человек ушедший в иной мир достоин быть примером что на него необходимо равняться и вот для меня панихида то что мы сегодня сейчас совершили то что совершаем на могиле сенина именно вот так видится и понимается поэтому я не просил сейчас бога прости господи грехи рабу божьему владимиру хотя конечно у каждого человека есть недостатки но для меня высоцкий герой для меня высоцкий лидер за которым мы еще научат в будущем и сегодняшний день который мы не подгадывали так получилось но то что именно в этот день состоялась подача ларисы анатольевны лужной который не имела ввиду нынешних праздников а просто у нее был этот день свободный я считаю что он но просто некое такое признание признание судьбы что вот это мероприятие необходимо что она правильно и что ему будет сопутствовать удача сегодня день гибели сан сергеевича пушкина конечно же владимир семёнович почитал мужа жила не выходя от пушкина и день рождения бориса аниловича пастернака не признанного гения но не признанного на родине получив нобелевскую премию пятьдесят восьмом году отказался был вынужден от нее отказаться и вот для меня это настолько какие-то тонкие такие материи и личность александр сергеевич и бориса леонидовича владимир семёновича в связи с этим и с другой стороны это вот со стороны как бы светской другой стороны день новомучеников и исповедников российских вот я считаю что сегодня в русской православной церкви такая такая болезнь развивается я что имею ввиду конечно не в деле христовом а человеческий фактор культивирует мученичество в отрыве от любви в отрыве от общения с массами и ярким примером тому является священник даниил сысоев там понятно ведь мало кто говорит о том каких обстоятельствах погиб этот человек это чек на москать лес лес нарожен понимал кто такие мусульмане понимал что с этими людьми так разговаривать нельзя но все равно вот лес 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 нарожен и получил и мы теперь прославляем его все все что он сказал это истина в последней инстанции до него до этого был священник обычно что он там писал что он там говорил мало кого касалось теперь все вы понимаете о чем идет речь о том что если ты вот непонятно почему как бы на момент мученичества уже находясь в тюрьме они понимали что живут для этого мира и что-то происходило в их голове и брать пример с мученика очень трудно брать пример владимир семеновича легко потому что он вот перед нами его жизнь его отношение к мученик что вот взять мученик мунефать очень яркий пример был любовником жил свое удовольствие поехал в рим за мощами и так получилось что умер за креста но это не значит что это личная совершенно с которой можно брать пример что надо теперь всем быть любовниками всем жить в свое удовольствие получать наслаждение нет и поэтому пример необходимо брать с человека и главным жизни человека является его отношение к окружающим людям вот для меня что вот в этом мероприятии и мы планируем совершать это мероприятие каждое третье воскресенье месяца первого воскресенье месяца на могиле сергей санчи есенина а каждое третье воскресенье месяца на могиле владимир семеновича высоцкого я постарался вот объяснить вам что для меня владимир семенов что для меня это мероприятие я верю в то что вы правильно меня поняли что вы понесете эту информацию к людям чтобы они собирались здесь потому что это трагедия нашего времени когда произошел разлом между церковью и культуры совершенно неправильный неестественный разлом и воссоединить я думаю что это можно было бы вот здесь на могиле владимир семеновича высоцкого салют ему и дай бог чтобы мы с вами научились думать начали думать в общем-то для этого жил и об этом мечтал владимир высоцкий чтобы люди научились начали думать спасибо бог наш всегда ныне и присои во веки веков а 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 Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя.